Друзья, приветствую в Альтанке. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка Богдана Казанджи, которая не только поёт, она пишет, она прекрасная литературная критика, она пишет отзывы на тексты других авторов. Сегодня она у нас будет в главной апостасии, всё-таки автора, поэтесса или поэта. Как правильно? Я думаю, что можно поэтесса. Поэтесса Богдана. В какой-то момент ты написала своё первое стихотворение, насколько я знаю, оно стало тут же популярным, как-то сразу пришло к тебе. И ты поняла, что ты поэтесса. Что это за текст? Это очень интересная история. Первые попытки писать стихотворение были ещё лет в семь. Они были достаточно смешные, детские. Первое серьёзное стихотворение, как я считаю, я написала в 15 лет. Его история началась во сне. Мне приснился мой дедушка, которого уже не было в живых, и сказал мне интересную фразу. «Береги бабочку на своём плече». Я проснулась, даже забыла об этом сне, а через два дня написала стихотворение, которое стало первым в моём первом сборнике «Рассвет в ночном небе». Ты до этого текста не писала в рифму, ну, кроме каких-то детских. Да, это были такие ещё несерьёзные, так скажем, вещи. Попытки были, я понимала, что это моё, но мне не хватало профессионализма. С этим стихотворением я поняла, что я родилась как поэтесса. С удовольствием послушаем. Смысл в том, чтобы не было страшно и больно, чтобы счастье лилось золотистым лучом, чтобы сердце весной улыбнулось невольно, если бабочка сядет к тебе на плечо, чтобы не было бури, жары и метели, леденящим огнём не пылала душа, не жалеть светлых дней, что уже пролетели, чтобы жить успевая, дышать не спеша. Быть сильнее судьбы, быть мудрее страданий, что-то в жизни менять, рисковать не бояться, в мире серых забот, несвершённых желаний до конца и во всём человеком остаться. В жизни всякое будет, и холод, и слякоть, полнолуние ночь и затмение день. Но тогда твёр же шаг, ведь успеешь заплакать, проскользнёт с ветром в душу сомнение тень. А сейчас взгляд смелей. Жизнь покажет, что важно, лишь прислушайся к бабочке, что на плече, чтобы не было больно и не было страшно, чтобы смысл твой жил в золотистом луче. Как для 15-летней девочки это очень философские вещи, ты пишешь о том, что будет, и так категорично. Откуда это вот берётся? Когда меня об этом спрашивают, мне сложно ответить, потому что кажется, что строчки мне иногда как будто бы надиктовывают. Очень часто бывают мои стихотворения для меня же пророческими. Я пишу и до конца не осознаю глубины, и только через год, два, пять я понимаю, почему я это написала. Это очень интересное чувство, которое, когда приходит, я откладываю все дела и начинаю творить, потому что музу выпускать нельзя. Но тебя это не пугает? Это что-то мистическое? Я думаю, что нет. Я думаю, что это дар от Бога свыше. И все мои стихотворения, которые я пишу, опять же, спасибо Господу, они достаточно светлые. И даже если я пишу о каких-то грустных аспектах нашей жизни, о какой-то боли, обидах, последняя страфа все равно на позитиве. У тебя не бывают таких, я не назвал бы это конфликтами, но, скорее, замечания, что откуда ты, девочка, можешь знать вот это, то, о чем ты пишешь, ведь для этого нужно жизнь прожить, опыт получить? Может быть, раньше было, честно говоря, не помню. Сейчас нет. Возможно, я просто сама настолько уверена в том, что я пишу. Не было таких еще у меня ситуаций. Я понимаю, что я просто не могу написать того, чего я хотя бы на долю не прочувствовала, но в стихотворениях, возможно, есть определенная гиперболизация. Понятно, что не всегда мне настолько плохо или настолько хорошо, но долю того, о чем я пишу, я прочувствовала всегда где-нибудь. Это искренне, это из души. Возможно, поэтому у людей не возникает вопроса. Но ты правишь свои старые тексты? Потому что многие поэты садятся открываются и первые сборники. Это ужасно. Вот это я бы уже не показывал и не читал. А вот этот текст вполне ничего. Я его могу взять в новый сборник. У тебя это как? Я не правлю однозначно. Я оставляю право своим стихотворениям быть такими, какими они были написаны, потому что почему-то они родились именно так. Просто есть вещи, которые я действительно не демонстрирую, не показываю, потому что они либо чересчур личные, либо не дотягивают в профессиональном плане. Иногда стихотворение это выход определенных эмоций, определенной энергии. И не всегда хочется это показать всем. Это в стол, как иногда говорят. Но ты когда пишешь, играешься цифрами или она сразу приходит? По-разному бывает. Очень часто, например, приходит первая строчка стихотворения и последняя. Я начинаю путь, и там я уже ищу и подбираю. Бывает, вся строфа есть, но нет одного единственного слова. И ты ходишь, и крутишь, и думаешь, чтобы это было глубоко и максимально четко в душу, чтобы это не была вода, скажем так. Поэтому приходится иногда и подумать. но какой-то толчок, строка первая, строка последняя, просто какая-то часть, идея, это всегда что-то пришедшее свыше. Но ты можешь сесть и начать писать? Или вдохновение, его надо ждать, вот оно накрывается, и ты потом пишешь? К сожалению, надо ждать. Бывает, просто вот не хватает этого чувства, когда к тебе это снизошло, и ты творишь. Но написать, рифмоплётить, да, как говорится, я могу. Если, например, кого-то поздравить или сделать кому-то небольшой поэтический сюрприз, это возможно. Но это будет другое. Если писать из души, то нужно ждать вдохновения. То есть такие вот посвящения или поздравления ты не возьмешь в сборник? Скорее всего, нет. Возможно, если это будет что-то удачное, будет подобрана необычная для меня рифма, тогда это возможно. Но чаще всего я обхожусь с тем, что написано изнутри души. Для того, чтобы писать поэзию, надо ли читать чужую поэзию? Потому что многие прозаики говорят, прежде чем создать текст, я должен напитаться, насытиться чужими текстами, вдохновиться. Вот как у поэтики? Однозначно. Однозначно так, потому что стихотворения дают тебе возможность найти интересные образы, интересные рифмы. В этом нужно развиваться. Понятно, что если ты стоишь на одном месте и питаешься только своим творчеством, ты не будешь развиваться. Я стараюсь быть в тренде, так сказать, читать и современных поэтов в интернете, и обязательно это и Пушкин, и Есенин, и Друнина, Евтушенко. Я очень люблю их творчество, поэтому всегда обращаюсь к ним не только для удовольствия, но и для определенного поэтического опыта. Здесь нет дат написания текста в этой чудесной книге «Я свет в ночном небе», но, как ты сказала, первый текст был написан в 15, когда ты читаешь себя чуть позже, то ты ощущаешь возраст, когда был написан, то есть это наивным чем-то кажется, или наоборот, или все твои тексты, они могут идти через запятую, неважно, когда они написаны. Такое случается. Есть некоторые вещи, на которые я смотрю и понимаю, что это было написано из детства, из еще каких-то наивных ожиданий. А есть вещи, вот как я сказала, пророческие, то есть я написала раньше и сама не поняла, насколько много смысла было в этом стихотворении, хотя бы лично для меня. Такое тоже случается. Тебе важно мнение других поэтов о твоем тексте, или важно только мнение читателей? Интересный вопрос. Первым моим литературным критиком был мой отец. Он замечательный рифмоплет, как он называет себя. У него действительно это очень интересно получается. И он помогал мне с ритмом, с рифмой, с подбором слов иногда, помогал что-то заменить. Это было ровно до стихотворения «Луч и бабочка». Когда я прочла ему это стихотворение, он помолчал секунду, попросил прочитать еще раз, а потом сказал, мне не к чему придраться. И это действительно был тот ключевой момент. Я ценю мнение своих читателей, потому что публика — это в любом случае те люди, которые могут дать фидбэк, обратную связь. И не всегда ты понимаешь и знаешь, что нужно читателю. С другой стороны, опять же, критики, я отношусь двояко. Я понимаю, что одним людям будет нравиться одно, другим другое. Даже в моей собственной семье очень часто разделяются мнения о моей песне или о моих стихотворениях. Поэтому я стала относиться к этому ровно. Не отбрасывать, анализировать, но понимать, что на вкус и цвет товарищей нет. То есть, в принципе, главное, чтобы нравилось тебе? Я не могу сказать, что это главное. Это изначальное. Если мне нравится, я делюсь этим с читателями. И смотрю, есть вещи, которые мне безумно нравятся, а читателям заходят, так сказать, меньше, чем мне. Такое тоже часто бывает. Поэтому я всё равно учитываю взгляд со стороны. Это важно. Ты очень много... Ну, я знаю твои тексты по интернету, знаю, там, в фейсбуке публикуешься, на специальных сайтах поэтических. Но вот ты там в девятнадцатом году пришла в издательство и сказала, вот я хочу книгу. Для чего нужна бумажная фиксация текста? Когда стихотворения попадают в сборник, в книгу, которую можно взять в руки, в моём ощущении они обретают душу. Они объединяются в одном таком духовном доме. Книга – это действительно душа, её можно взять и ощутить. Я никогда не читаю книги в интернете. Мне важно перелистывать странички, чувствовать запах этих страниц, возможность листать, возвращаться, оставлять какие-то карандашные заметки, которые есть вот и в моём сборнике. Это какое-то особенное общение со своим творчеством. То есть бумага – это важно? Да, для меня это важно. И когда я издала первый сборник, я поняла, что и людям это важно, потому что они откликнулись и очень многие захотели его приобрести. Когда я прочёл, я его услышал, ролики, его читали дети, в Ютубе твой текст лист, ты хронично смелый, мейник, ты вдверто шаленый шляпник, закипай на кухне чайник, коли пишешь черговый виршик, и так далее. Так вот, я подумал, что так это другая Богдана, это её одна фамилица, это совсем другая ритмика, это совсем другой стиль. Ты начала писать на украинском языке, это некий тренд, это внутренняя потребность заявить о том, что я тоже часть этого народа, этого культурного слоя? Это была потребность, это не было ради тренда. Я очень люблю писать о любви на украинском языке. Украинский язык невероятно мелодичный, глубокий, он отличается по-своему от русского языка, и поэтому ему однозначно есть, было и будет место в моём творчестве. Это стихотворение родилось действительно необычным, я сама его очень люблю, и, наверное, это отражение той части моей личности, которую редко видят, но которая есть, и которую я сама знаю, и до сих пор, наверное, ещё с ней знакомлюсь. Я бы хотела прочитать сейчас для наших зрителей это стихотворение, потому что оно действительно вразрез с основной частью моего творчества. Ти хронично сміливый брюйник, ти, отверто, шалений шляпник, закипает на кухне чайник, поки пишешь черговый виршик. Серед друзей лише балкони, где танцуют твои святанки, не готуешь собі сніданки, не купаешь у дим икони. насквозь, насквозь святер дахи дырявить, осень грая сумну виставу, похиливши гілля доставу про кохання калина марить. Ти про неї також напишешь, як про небо, весну и счастья знов холодні твої зап'ястя. Ти невтомно про сонце мрієш. Хоч для тебе вся мить непевна, не зігрію тебе, мій шляпник, хай киплять почуття, як чайник, обіймай твоя шалена. Это что-то личное? И да, и нет. Так бывает с моими произведениями и стихотворениями, и песнями, что есть определенный реальный человек, но опять же идет гиперболизация, потому что не все, о чем написано, я до конца ощутила в реальности, но слилось внутренне и внешне, и рождаются подобные вещи. Девушки могут писать парням стихи о любви и признаваться в поэзии? Да, это возможно, такой опыт и был в моей жизни, когда у меня были отношения, мой молодой человек вдохновлял меня на творчество, но важно сказать, что все же чаще пишется в не то чтобы негативных и отрицательных, но в менее радостных состояниях рождаются рождаются вот такие вещи. Чтобы творить, нужно небольшое внутреннее переживание. Чтобы творить, надо страдать. Богдан в этом не виноват тексты. Абсолютно. Я вообще очень благодарна Богу за то, что у меня есть этот дар. В одном из своих стихотворений, которое называется автобиографическое, я написала «Суждено было родиться той, что пишет и поет». Это, наверное, то, без чего я себя не вижу никак в этой жизни. Кстати, про поет. Ты начала создавать музыку на свои тексты. Ты до этого училась, ты была профессиональным музыкантом, это хобби. Откуда музыка появляется? Это было мое хобби и сейчас остается. Я безмерно благодарна своему учителю Мосину Дмитрию Ивановичу, потому что именно с ним я начала свой музыкальный путь. Тогда мне было 15 лет, а ему 18, и он уже был начинающим учителем. Он вложил в меня невероятную любовь к инструменту, к звучанию гитары. Я занималась три года, потом однажды мы играли в ансамбле. Мне захотелось поздравить одного из наших общих друзей с днем рождения. Я взяла в руки гитару и начала рождаться песня. Причем слова и музыка рождались вместе. Бывает по-разному. Бывает сначала стихотворение, а потом музыка. Бывает музыка, и ей находится стихотворение, а бывает рождение совместное. Это была моя первая песня. У меня до сих пор осталось голос еще гораздо слабее. Я сейчас с большим теплом пересматриваю, потому что это было начало большого песенного пути. Сейчас в репертуаре уже больше 10 песен. Я думаю, что наши зрители найдут в ютубе, если захотят твои произведения. Думаю, они захотят, но мы попробуем смотивировать и попросим тебя что-то исполнить. Я с удовольствием исполню песню, слова которой из второго сборника моих стихотворений. Здесь начинается на днях. Я очень люблю петь свои стихотворения. Песня называется «Мой сон» о не совсем счастливой любви, но о светлых чувствах по этому поводу. Я хочу для тебя быть той, о которой твои стихи, в них отпустишь мои грехи, и я стану почти святой за раскидистой пустотой. Череда вечеров моих, где над миром обрыв крутой, разделить бы нам на двоих. Но ты мечта моя сумасшедшая я, я так хотела душой коснуться твоего тела, вылетает здравый смысл на дочь. Вон, ты мой самый сладкий сон, 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 мой любимый сон, сон, сон. День по праздникам лишь ношу, а по будням опять метла, только вот твоего тепла. В мыслях чаще все я прошу, отбери у меня метлу, подари два крыла тогда, счастье я посажу в садах и любовь в небесах плиту, но ты лишь мечта моя сумасшедшая я так хотела душой коснуться твоего тела вылетает здравый смысл на вечь вон ты мой самый сладкий сон, 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 мой любимый сон, сон, сон. жаль сейчас это лишь мечта дай боже не сбыться ей просто пусто среди не просто я для тебя не та не та не та а ты моя мечта вылетает сгравый смысл волн это ты виноват мой сладко любимый сон 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 мой любимый сон сон мой сон чудово дуже дякую на некоторые тексты можно написать мелодию, на некоторые нет? однозначно есть вещи, которые лучше читать, слушать в поэтическом варианте бывает так, что приходит музыка и я нахожу к ней стихотворение есть у меня история еще с одной песней я не буду ее сегодня исполнять, но интересная ситуация стихотворение было написано 18 лет и никогда не пользовалась у меня спросом я относилась к нему равнодушно, это было больше выплеском сиюминутных ощущений и эмоций а через четыре года оно нашло свою музыку и это шикарная песня бывает даже так у тебя между твоими поэтическими сборниками не такое большое время прошло около года, чуть больше, наверное, да? у тебя стало чаще посвящать муза или больше событий стало происходить в жизни и надо их выплескивать? это был какой-то невероятно насыщенный творческий период даже сейчас я пишу уже немного меньше пожалуй, с 2018 года с лета начался этот период и доходило до того, что могло рождаться два стихотворения в день я безмерно благодарна вселенной это шикарное чувство, когда ты творишь когда ты получаешь обратную связь от благодарных читателей я верю в то, что моими словами возможно действительно высшие силы и обращаются к людям то есть я всегда говорю, что это не до конца мой дар он мне послан и поэтому говорить, что это моя заслуга или это мои только личные достижения нет, это вот что-то в симбиозе я это ощущаю, когда творю есть всплеск популярности от других исполнителей твоим текстом? есть люди, которые уже хотят исполнять твои тексты самостоятельно и говорят, нет, Богдана, мы лучше споем так мне еще никто не говорил но люди уже спрашивали разрешение уже было даже просто в соцсетях а можно перепеть твою песню? а вот если у тебя будет поэтический вечер можно будет прийти и прочитать это стихотворение на твоем вечере? этих людей еще не очень много, честно но они есть и это очень ценно но ритмика, с которой они читают, она другая? это для меня вообще болезненный момент потому что когда ты пишешь, рождаешь стихотворение тебе очень хочется, чтобы человек его прочувствовал хотя бы хоть немного похоже на то, как прочувствовал ты потому что есть люди, которые переворачивают вверх дном то, что ты хотел сказать в этом стихотворении когда у меня была презентация первого поэтического сборника я очень долго думала о тех людях, которые бы почитали вместе со мной мои произведения и мой выбор пал на моих родителей эта идея пришла совершенно спонтанно и они почувствовали это было невероятно приятно я вообще очень благодарна родителям потому что именно они каждый вечер за ужином рассказывали мне что ты должна, ты должна издать сборник у тебя столько шикарных стихотворений почему они лежат у тебя дома и наверное только благодаря им вообще родилась идея и как результат уже сборник мне бы хотелось в контексте того, что я упомянула родителей прочитать стихотворение которое помещено в первом сборнике оно называется «Всем родителям и детям посвящается» как же хочется взрослыми стать убежать от родительских надо просыпайся, ведь время вставать не уходишь к подруге, я рада «Бесконечно глубокий контроль» папин взгляд просканирует метко будь то модная стрижка под ноль или с кроликом купленным клетка мамин голос вдруг дрогнет от слез ты бросил колючее слово папа кролика другу отвез аллергию к леня твою снова заставляют на пары ходить к репетитору после за хлебом брата младшего в сад отводить если скучно займись уже делом наступает счастливый момент жизнь свободная в двери стучится покупаешь без паспорта кент только лучшее в жизни случится алкоголь, ресторан и любовь наконец-то снимаешь квартиру повторяешь себе вновь и вновь что докажешь ты целому миру как же важно свободу познать ощущать себя смелым и сильным в интернете об этом писать хвастать новым крутейшим мобильным дальше свадьба семья серый быт пара лет появляются дети вот и вольный полет позабыт как и все социальные сети ищешь заново тщетно себя ты все тот же все та же неважно жить порой очень сложно любя но прожить не любя очень страшно сына на руки взяв вдруг поймешь от чего мамы плачут нередко папе кролика ты отвезешь если дочка чихнет возле клетки как же нужно мне папина надо мамин голос ведь время вставать ты с дочуркой приедешь я рада как же хочется маленькой стать я прочитал мысль что после написания текста автор имеет на него интерпретации столько же прав сколько и читатели поэтому когда в твоем тексте видят те смыслы которые ты не закладывала это нормально это замечательно это значит что мое творчество не плоское и дает варианты дает пространство для того чтобы ощущать строчки написанные мной по-своему это стихотворение название этого стихотворения говорить само за себя родителям всем родителям и детям посвящается кто-то поймет кто-то нет но оно есть и это важно и в тот момент когда именно этому конкретному человеку нужно будет это осознание он его прочтет так как это нужно если мы твои сборники поменяем местами как ты думаешь читатель определит кто было написано раньше а кто было написано позже возможно что да по моему личному авторскому мнению второй сборник мощнее потому что я в нем старше я в нем с новыми жизненными осознаниями первый прекрасный но второй богаче возможно ситуациями ощущениями чувствами он более глубокий и осознан ты так порекламировала второй сборник какой-то может маленький текст с него с удовольствием в этот сборник вошло необычное стихотворение которое рождалось тоже очень необычно это было буквально после нового года я чистила себе мандаринку на кухне и вдруг ко мне пришла первая строчка есть на свете люди мандаринки стихотворение называется фруктовый этюд есть на свете люди мандаринки солнышки снаружи и внутри есть на свете также люди льдинки мерзнет даже снег у их двери есть на свете яблочные люди внешность их обманчива порой очень аппетитные на блюде с внутренностью кислой и гнилой глянуть вдольку свежей мандарины против света бережно сумей сквозь прозрачной шкурочки витрины все можно все как есть увидеть в ней айсбергов боятся капитаны льдом воруют жизни силачи только вот водой сочатся раны если попадают в них лучи сложно выбрать яблоки удачно рынок супермаркет магазин лучше со своей уютной дачи там на месте каждый витамин разными бог создал не случайно всех без исключения людей мы друг друга часто выручаем дивной непохожестью своей пусть характер каждого с кислинкой льда хватает в мире и в крови нас объединяет мандаринки солнцем всеобъемлющей любви запах нового года это по-прежнему мандаринки оливье да еще елка хотя мы давно уже не покупаем настоящую но память из детства сохранилась для эмоций достаточно какого-то триггера чтобы включились это очень интересно я вообще никогда еще не писала потому что я села и начала ждать музу чаще всего строки приходят когда я мою посуду ставлю чайник на плиту чищу себе мандаринку когда возможно мозг освободен ты ни о чем не думаешь ни на чем не зациклена и руки просто что-то на автомате делают и возможно открывается какая-то чакра для принятия очередного творения я хотел бы пожелать тебе не сбавлять ритмы чтобы чакры открывались чаще чтобы вдохновение было больше и новые и новые сборники радовали нас а в свою очередь мы готовы снимать новые и новые танки с анонсами или рекламой твоих новых сборников кстати я попросу они есть в продаже их можно купить да они есть в продаже поэтому можно обращаться ко мне в инстаграме на фейсбуке я всегда с удовольствием делюсь своим творчеством с людьми мы попросим тебя оставить первый комментарий под этим видео с данными как с тобой связаться ссылками на твои профили и я приглашаю наших зрителей приобщиться к творчеству читать онлайн или приобрести бумажную версию сборника тебе спасибо Богдана за сегодняшнюю встречу вам огромное спасибо радуй нас чаще музыкой и визитами я буду очень стараться спасибо большое до встречи до встречи